Можем ли мы с вами каким-то способом получить оценку на величину n-ного простого числа? Ну вот, я вам уже сформулировал закон о исповедении простых чисел, но представьте себе, что нам, что называется, не хочется ждать до какого-то класса Мехмата, когда вы это будете учить, те, кто поступит на Мехмат, а мы хотим вот сейчас, так по школьному запросто, оценка сверху на простое число. n-ное число не превосходит чего? Как видите, уже этот простой вопрос не такой простой, да? Хоть какая-нибудь оценка на величину n-ного простого числа. Давайте расскажу. Ну, это 2 в степени 2 в степени n плюс 1. Ага. 2 в степени 2 в степени n плюс 1. То есть вы утверждаете, что n-ное простое число меньше этого. Так? Это правда. Это не студовый, но еще я его поставил. Хотя, на самом деле, конечно, оно гораздо меньше. Это правда. Вот это число, на самом деле, совершенно замечательное. Оно встречается, например, при решении такой знаменитой задачи. Какие правильные боку-угольники можно построить циркулью и линейкой, а какие нельзя. Поскольку вещь красивая, на всякий случай я это вам напомню. Вот смотрите. 2 в степени 2 в степени 0 плюс 1. Так, 2 в нулевой это единица. 2 в первой плюс 1 это тройка. Замечательно. 2 в степени 2 в степени 1 плюс 1. Это называется 2 в квадрате. Это 5. 2 в степени 2 в степени 2 плюс 1. Так, 2 в четвертой это сколько? 16. Это 17. Замечательно. И, наконец, 2 в степени 2 в степени 3. Это 2 в восьмой кто помнит? 257. Да? И 2 в степени 2 в степени 4 плюс 1. 2 в шестнадцатый. 65537. Так вот, оказывается, что вот эти числа непростые. И больше ни одного простого числа такого вида человечество не знает. Вещь, на самом деле, совершенно удивительная, потому что на компьютерах вычисляли очень далеко, считали, 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 считали. Ребята, Гаусс в начале девятнадцатого века доказал, что если число такого вида 2 в степени 2 в степени 2 в степени 1 является простым, то соответствующий правильный многоугольник можно построить циркулью и линейкой. Вот такая замечательная теория. И, соответственно, на самом деле и наоборот. То есть, ну, необходимые и достаточные условия для построимости – это вот та самая простота. Соответственно, семнадцатиугольник можно построить циркулью и линейкой. 65 537 угольник тоже можно построить, да? А вот, ну, естественно, произведение. То есть, если 3 угольник можно и 5 угольник можно, то 5 умножить на 3 тоже можно. То есть, можно вот сказать треугольник. 3 умножить на 5 умножить на 17, на 257, на 65 537 и еще на любую степень двойки умножить. Вот такие многоугольники построить можно. Так, ну, это я к слову, просто чтобы напомнить, что в этом месте есть. А сейчас нужно все-таки заниматься над реальным делом. Почему вот это не нравится? Вы знаете или вы просто так сказали? Знаете как? Проверим, что если есть в какой-то числе. Давайте я скажу, на самом деле это все вопросы. Вот, господа, давайте я посмотрю не на это число, только можно я на конкретном примере. Возьму, я на не слишком большое, но слишком маленькое. 2 в степени 2 в степени, ну, например, 6, да? И напишу минус 1. Сейчас увидим очень забавную историю. Это 2 в степени 2 в пятой умножить на 2 минус 1. 2 в 6 это 2 в пятой умножить на 2. Согласны? Отлично. А что это такое? Это 2 в степени 2 в пятой минус 1 умножить на 2 в степени 2 в пятой плюс 1. Отлично. Теперь давайте думать дальше. Что это за число? А для него можно написать именно то же самое. 2 в степени 2 в четвертой умножить на 2 минус 1. То есть это 2 в степени 2 в четвертой минус 1 умножить на 2 в степени 2 в четвертой минус 1. Господа, догадались, что я могу дальше написать? Еще, еще, еще. Замечательно. Вот так сделаю это. 2 в степени 2 в четвертой минус 1. Это делаю 2 в степени 2 в кубе минус 1 умножить на 2 в степени 2 в кубе плюс 1. Давайте посмотрим, как все эти равенства будут выписаны из них выписаны в месяц. А вот как 2 в степени 2 в шестой минус 1. Это на самом деле вот что такое. Это вот этот множит. Умножить на этот. Но этот это вот этот. То есть этот множить на этот. Но этот это вот этот. В общем, там будут такие скопки. 2 в степени 2 в пятой плюс 1 умножить на 2 в степени 2 в четвертой плюс 1 умножить на 2 в степени 2 в четвертой плюс 1 умножить на 2 в степени 2 в четвертой плюс 1 умножить на 2 в степени 2 в квадрате плюс 1 умножить на 2 в степени 2 в четвертой плюс 1. плюс 1, умножить на 2 в степени 2 в нулевой, плюс 1. И, внимание, все это закончится на скобку 2 в степени 2 в нулевой, минус 1. На всякий случай, 2 в нулевой это единица, 2 в первой степени это двойка. То есть вот эта скобка, она на самом деле равна единице, и поэтому ее можно не описать. Отлично, я получил то, что хотел. Я получил вот эти вот множители. И, внимание, вот это число равно произведению этих. Согласны? Если мы с вами коротенько все-таки обозначим, давайте вот это вот число обозначим F с индексом N, хорошо? Тогда мы только что получили такое роскошное равенство. Оказывается, если из F6 вычтишь двойку, то это есть произведение F5, F4, F3, F2, F1 и, наконец, нулевое. Итак, нулевое, первое, второе, второе, третье, четвертое, пятое, сейчас перемножаешь, получаешь F6 минус 2. А теперь вопрос. F6, это число четное или нечетное? Очевидно, нечетное. При этом F6 минус 2 делится на любое из вот этих нечетных чисел. Понимаете ли вы, что в таком случае F6 будет взаимно просто с каждым из этих чисел? Объясняю почему. Потому что F6, это произведение вот этих чисел плюс двойка. Но, если вас интересует любой множитель, вот любого из этих чисел, то он будет нечетный. Ну и значит, он, F6 не может на него делиться. Идея понятна? Отлично. Кстати, ровно по той же причине и F5 взаимно просто с любым из чисел, F4, F3 и так далее. Почему? Потому что F5 минус 2, это произведение вот этих чисел. И F4 минус 2, это произведение вот этих чисел, ну и так далее. То есть эти самые F-ки все взаимно простые. Если вы берете F с каким-то номером и F с другим номером, то это числа взаимно простые. Это означает, что у каждой из этих F-ок на самом деле есть хотя бы один делитель, которого больше ни у кого нет. Почему? Потому что простые множители любой из этих F-ок отсутствуют в других F-ках. Понятно? F-ки между собой взаимно-стри. Ну, конечно, это очень грубая, чудовищно грубая. Потому что 2 в степени n, это очень быстро растущая функция. А 2 в степени 2 в степени n, ну это что-то просто... То есть ни для каких реальных, что называется, практических целей использовать эту оценку нельзя. Кстати, господа, я сейчас сказал про реальные практические цели. Скажите, пожалуйста, а вообще вся эта наука, вся эта теория чисел, она является практической в наше время? Или это, как во времена Гаусса, помните, он говорил, что это царица математики, которая никому не должна служить, которая сама по себе красавица, умница и работать ни на кого не должна? Она работает на комбинаторе. Какая? В чем? Криптография. Криптография, совершенно верно. В неожиданном образе, буквально несколько десятилетий назад, лет 30 назад, на самом деле, это произошло всерьез, вдруг было открыто, что можно использовать задачи из теории чисел для того, чтобы получать надежное шифрование. Соответственно, когда вы сейчас обращаетесь к каким-либо банковским программам, то практически наверняка на самом деле у вас происходит перемножение каких-то простых чисел. Это такая странная вещь, но тем не менее это так. Получилось, что умение искать простые, только важно понимать порядок. Речь идет не о простых числах в пределах первой тысячи, речь идет о простых числах, в которых сотня, а лучше две или три сотни цифр. Для того, чтобы у вас хорошо работал алгоритм шифрования, нужно, чтобы вы умели делать, умели находить простые числа, в которых больше сотни цифр. Вот, как ни странно, это научились делать, научились с этим эффективно работать. А почему шифрование считается эффективным? Потому что математики сейчас не знают алгоритма, который на компьютерах позволил бы разложить на простые множители большое число. Опять-таки, что такое большое, в котором сто, двести, триста цифр. Вот, если вы берете какое-нибудь маленькое число, скажем, в котором, я знаю, двадцать цифр, да, тридцать цифр, то современные компьютеры, ну, в общем, справятся, причем довольно быстро. Кстати, алгоритм перепора это сделать невозможно, в принципе. Там работают более хитрые способы, да. А если возьмете вот уже большое количество, то современные компьютеры отправляются. Конечно, вопрос, а не справятся ли потом, если кто-то придумает способ быстро разлагать число на простые множители, то, тем самым, будет нанесен могучий удар по банковской сфере. Потому что тогда банкирам придется срочно переписывать свои алгоритмы и так далее. Но, надеюсь, что... Зачем срочно? Почему нельзя подождать лет десять? А, пока ты у них все украдешь? Ну, это замечательно. Но я думаю, что все-таки лучше они... Потому что циткане у нас надо украдут. Так, ну ладно, это все слова. Итак, я доказал, что эндлэй человек простое, не больше, чем два в степени, два в степени укресенье, правильно? Доказал, отлично.